Могу вам сказать, что сегодня, конечно, интенсивность обстрелов, несмотря на то, что стало немного меньше, но тем не менее по городу Харькову начали применять бомбы, ракеты более сильной мощности, и те разрушения, которые сегодня есть, они очень-очень серьезные. Поэтому, конечно, я просил всех людей соблюдать предосторожность, быть очень аккуратными, и, конечно, ситуация напряженная, но она контролирует. Пане Терехово, мы с вами общались два-три тижни тому, я помню, и с обережным оптимизмом коментировали ситуацию в Харькове, потому что тогда работало метро, тогда гражданский транспорт, тогда все коммунальные службы, ну не все, но настолько, насколько это было возможно уявить, работали, так? И даже во время войны, во время обстрелов работали, абсолютно, абсолютно точно. И мы все очень верили, что будет спокойнее, но, на правильный жаль, с временем ситуация изменилась, она погрешилась, так снова начались обстрели. Так вот, с чем вы повязываете эту активизацию? Ну, я, на самом деле, идет процесс восстановления жизнедеятельности города Харькова. У нас работает метрополитен, у нас работает общественный транспорт, гор-электротранспорт, это трамваи, троллейбусы, да, в ограниченном режиме, но они работают, у нас существует комендантский час, но, тем не менее, очень многие предприятия начали открываться, очень много харьковчан стало возвращаться в город Харьков. Мы от двух до пяти тысяч харьковчан принимали в город Харьков, которые возвращались с тех мест, где они пребывали во время активных военных действий в городе Харьков. И, конечно, враг это все видит, и это вызывает у него ярость, и понятно, что он хочет дестабилизировать ситуацию, он хочет, чтобы в городе Харькове не было экономики, чтобы не работали предприятия, люди боялись, чтобы у людей был страх. То есть это все направлено на то, чтобы в городе Харькове не было нормальной жизнедеятельности. Но, вопреки всему, харьковчане очень мужественные люди, и, тем не менее, сегодня у нас работают рынки, и многие предприятия, и бары небольшие, и кафе, и ресторанчики, и малый бизнес, значит, очень активно начинают работать. Но, конечно, могу сказать, что надо соблюдать меры предосторожности, потому что в любой момент российские агрессоры могут наносить удары по городу Харьков. Пане Героо, до речи, про це, чим обстрілюють зараз Харьков переважно, что обирают целью, чи ці обстріли мають хаотичный характер, и чи вдаётся виявляти и попереджать громадян про такие обстріли завчасно? Ну, могу вам сказать, действительно, тема предупреждить, но нескільки-то она может уловить сегодня те запуски бомбардировок, будем говорить так, которые идут по городу Харьков, потому что часть их идёт с территории числа федеральна, часть их идёт временно апопирована, поэтому то обильное вооружение и арсенал, которым обладает сегодня российский агрессор, они применяют абсолютно все виды для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе Харьков. Но я уверен абсолютно, что это у них не получится, и город Харьков работал, работает и будет работать. Фронт. Політика. Економика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Україна-24». Субтитры создавал DimaTorzok